Больненько еще на заднюю наступать, но она на нее опирается, все хорошо. У белки была травма позвоночника, но белке, в отличие от многих, повезло. Хороший, классный кот. Заберите кто-нибудь его и спасите его яйца. Грабинка, привет! Как у тебя дела? Что это тут написал? На-ка, вставай-ка. Молодец, вставай. Вставай. Давай-давай, показывай, как ты ходишь. Дробинка наша получила это имя, дробинка, из-за того, что у нее огнестрел, отстрелили ей две лапы. Практически лапы на шкуре болтались. Ну, врач всю эту каллиграфию, не каллиграфию, всю эту мозаику в кучу собрал, и у дробинки что-то получилось. Сейчас будем проверять, что получилось. Ну-ка. Надо, чтобы она встала. О, молодец, хорошо. На заднюю еще плохо становится. Ну, что-то уже есть, что-то есть. Ставит она заднюю лапку? Ну, пытается ставить, да? Да. Все, отлично. Просто пол скользкий, а на переднюю стоит хорошо, да? Тебе-ка, отходи. Давай, иди сюда, дробинка. Дробинка. Молодец, умница. Хорошо, дробинка. Давай, иди ко мне, на. Дробинка. Переступит она самопорог? Шкарай. Вот так, молодец. Задняя опирается, опирается. Хорошо, на-ка, на-ка еще. Давай, 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 давай. Вот так, хорошо. Хорошо, держи. Ну, уже потихоньку, потихоньку уже шажочки делает. Вот я сейчас вот сюда кину и посмотрим, как... Оп, пошла, пошла. Лапка работает, ничего. Все отлично, все нормально. Наступаем потихоньку. Больновато чуть-чуть, но работает. Здесь лапы целы будут. Молодец, доктор, умница. Молодец, дробинка, хорошая девочка, молодец. Ну, все, она ходит. Больненько еще на заднюю наступать, но она на нее опирается, все хорошо. Вот так, потихоньку ходим и все. Шай, умничка, молодец. Вот так вот. Привет, будешь стрелянщику передавать? Скажи, приеду, передавлю всех твоих курей. Ну, все, молодец. Все, у дробинки дела налаживаются. Малышка наконец-то начала ходить. Мы не ожидали сами, что после таких серьезных травм она будет правильно лапу ставить. По сравнению с тем, что было, то есть, вот оно видно, задняя лапа, она ее ставит, пальцы, в принципе, правильно ходят. Я говорю, что это чудо-врач просто на все. Из того, что там было, он собрал просто нереальные вещи слепил. Собака ходит, и я думаю, все будет хорошо, дробинка, да? На, молодец. Держи. Сосиска Останкина. Держи. Молодец, хорошая. Вот. И вот такие моменты, конечно, когда ты видишь, как, собственно говоря, мир становится лучше. Вот раз кто-то медикаменты прислал, кто-то руки приложил, кто-то убрал, кто-то накормил, и собака пошла. Да? Молодец. Держи-ка еще. Я думаю, со временем сейчас она больше расходится, больше будет двигаться, особенно когда спицы снимем. Но сейчас пока рано снимать еще спицы, нужно обязательно рентген сделать, чтобы посмотреть, как там мозоль образовалась. Потому что у нее, конечно, там даже некоторую часть костей удалось, ну, пришлось, вернее, удалить. Почему? Потому что там просто их некуда было прикладывать. Они разлетелись на осколки. Ну вот. А сейчас, в принципе, видно, что она наступает. Там расстояние между косточек большое получается. Мозоль долго нарастать будет. Поэтому сейчас я не уверен, что получится так, ну, как бы, быстро снять аппарат. На, зайка. Долизуй. Молодец. О, дробинка, молодец. Молодец. Ай, вот тут, вот тут, да, потесать, вот тут, где глазки чешутся, вот тут, да, 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 еще давай почешу, все молодец, ну все, Тюбик, иди в гости, Тюбик, ко мне, иди сюда скорее, Тюбик, ко мне, Тюбик, и собака к тебе пришла, молодец, Тюбочка, иди, иди ко мне, молодец, и ноча пришла, кто сейчас видит дробинку, может у кого-то возникнет желание забрать себе такую удачу, ей удалось выжить, она с отличным характером, если ее постоянно кормить, она и курей трогать не будет, просто голодная была, вот и все, понятно, что и курицу жалко, тоже существо живое, но и у нее не было просто выбора, дело в том, что как бы есть захочешь, еще не такое сделаешь, он во время голода люди людей ели, а тут собаке что делать, вот она и пыталась себе пищу добыть, но если кормить будете, курей не тронет, я так думаю, она умная собака вообще, ты умная собака вообще, умная, она не старая вот, зубы все на месте, но очень острые, вот зубы у нее острые, глянь, какие острые зубы, очень острые зубы, очень-очень, молодец, вип-клиент, вольер на МИД-10, Белька, привет, вы посмотрите, как Белка устроилась, у Белки есть покровители, которые ее снабжают, тут и творог, тут и колбаса останкинская, и сметана, и ням-ням, ну и сыру тут, ну, в общем, все, что хочешь, полный пейзаж, Белка так наелась, что уже просто дайте поспать, да, Белка, Белка, иди ко мне, Белка, а гулять пойдем на улицу, Белка, тетя грустная такая, Белка, иди ко мне, вставай давай, молодец, давай диванчик поправим, ай, умница, молодец, у Белки была травма позвоночника, вот, но Белке, в отличие от многих, повезло, у нее, как бы, позвоночник сросся, и нервные окончания восстановились, теперь она имеет возможность ходить, она пыталась сыр запрятать, ладно, ладно, все, не трогай, вот ей, иди сюда, Белка, она стала трехколесной, потому что одну лапку пришлось ей выключить, она ей постоянно мешала, Белка, иди ко мне, иди сюда, вот, видно, что она теперь трехколесная, да, Белка, молодец, хорошо, все собаки любят, когда им вот так делают, все, все поголовно, все любят вот так, да, вот, молодец, давай, вот так, хорошо, скоро Белка переселяется в город собак, будет жить в двухэтажном коттедже, вместе с остальными жителями приюта, покинет больничное отделение, да, Белка, и переселится в семейку, да, молодец, ай, умница, хорошо, так, ай, одну ножку неудобно потягиваться, ну, вот она завернула, и все, молодец, Белка, а что ты не ешь ничего, что, лажешь на место, молодец, вот, о, здесь у нас марсоход, марсоход, иди скорее сюда, может быть, кто-нибудь тебя заберет, потому что ты классный, вот этот маленький котенок, он к нам попал вот таким размером, он все время так ходит с детства, вот, и у него очень смешная походка, он приловчился, раньше хуже было, сейчас он лучше ходит уже, он нормально передвигается, вот про эту кошку могу сказать только одно, что она какает и писает на диванах, поэтому ее сюда сдали, вот, кому нужна кошка, которая писает на диванах, милости просим, имеется, это Кузя, отличный кот, вот этого кота, вот, вот это, или это кошка, нет, это кот, это кот, и у него есть яйца, вот это очень шикарный кот, он не кастрирован, вот, и мне жалко его кастрировать, если честно, не хочу кота портить, хороший классный кот, заберите кто-нибудь его и спасите его яйца, вот, отличный кот, Кузя, Кузя просто шикарен, посмотрите, какой кот классный, вообще он для дома, товарищ, у кого нет дома кота, советую, он ходит в туалет, в лоток, все как положено, такие вот у него передвижения, ну, он ручной, двигается немножко вот таким вот образом, это кошечка, маленькая кошечка, которая немножко нарушена координация, да, Кейс, все кто-нибудь заберет, ты такая хорошая, ну, немножко вот такая вот у нее походка, вот, передвигается она вот, как на шарнирочках такая вот, вот такие движения у нее, а так милая, хорошая, ласковая, ну, очень ласковая, очень ласковая, ну, любит, когда ее гладят, любит, вот, мордочка выткнулась в него, ну, мордашка, но очень холодный, и Кузя любит, когда гладят, Кузя, ты любишь, когда тебя гладят, Кузя, Кузя, Кузенька, вот, молодцы, ой, замурчали, замурчали-то, ой, а этот, ну, вообще киска вот эта маленькая, она вообще прям мордочкой тыркается так, все, молодцы, коты, ай, молодцы, молодцы, все, так, Сегодня к нам поступил новый питомец, это огромный котенок Мейкуна, и сейчас вы его увидите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Комментарии, комментарии. Комментарии, комментарии.